всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео проповедь во время тысячелетнего царства иисуса христа со своими учениками ну или более крупное название проповедь истины иисусом и учениками во время их тысячелетнего царствования на земле ролик этот я записываю в рамках такого большой темы большого плейлиста о тысячелетнем царстве иисуса христа естественный ролик будет полезен и назидательный отраден для тех кто это исповедует кто живет этим кто верит в это кто ждет этого это то что во время после второго пришествия иисуса христа на землю он будет править здесь со своими учениками не палкой конечно же любовью это будет до второй шанс человечеству и люди еще проживут на земле на этой земле на который мы с вами живем на тленный проклятой земле еще тысячу лет в каком состоянии будем жить какова будет природа может быть что-то поменяется об этом я рассуждал уже в предыдущих своих видео давайте мы быстренько пробежимся потому что есть все всю информацию вы найдете на одноименной страничке моего авторского веганского христианского сайта христолюб.ру по-английски христолюб.рф по-английски набирайте страничка так и называется тысячелетнее царство иисуса христа вы найдете в разделе проповеди где там о последних временах вот тут есть тысячелетнее царство это мобильная версия меню а десктоп на этом наверху всплывает кто на компьютерах смотрит ну давайте мы с вами у меня уже получилось 9 таких страничек то есть по сути 9 было видео я сначала собрал все доказательства из и все аргументы доказательства из библии из книг ветхого и нового завета который нам свидетельствует о тысячелетнем царстве иисуса христа том что она будет сколько она будет почему она будет как она будет все что было я показал описал все это есть вы сможете все все видео посмотреть все тексты посмотреть они собраны вот на этой страничке дальше естественно в отдельную выделил 5 5 пунктом это именно книгу откровения где самое прямое самое больше нам об этом сказано без всяких можно сказать и образов притчи символов а прям ну самыми настоящими как хотите русскими словами да для русских шестой раздел у меня был так и назывался осуждение осудивших хилиазм то есть осуждение осудивших тысячелетия ну или более длинное название отвергнувшим блаженство участие в первом воскресенье тысячелетнем царстве не с иисусом что посвящается ролик был записан по статье на православном портале азбука о осуждении хилиазма я дал свой ответ полностью прокомментировал всю эту статью совсем перенес ее на свой сайт дал свои комментарии там какие нужны ссылки дополнительные и записал большой ролик по-моему это был самый большой мой ролик за всю историю моего мои проповеди тубе около трех часов я всю эту статью разобрал конкретно все там со всеми пересылками перед каким-то параллельными местами чтобы все показать кто хочет познать истину милости прошу кто от православных бред них от католических хочет избавиться то вам это видео обязательно поможет затем я записал видео мир во время тысячелетия и там о многом и поговорили мы поговорили ну как бы о крупных трех вещах да что будет с человеком что будет природы что будет там с духами с ангелами да как вообще мир как будет устроен там где на эти темы на разные поговорил но за скобку кое-что вынес и кое-что оставил о чем мы сегодня поговорим о проповеди и тоже уже мне один ролик был это здесь я поставил это 8 пунктом это уроки тысячелетия а у меня есть полное видео записал пять классов познания божественной школы жизни человечеством да и тысячелетия это четвертый класс у нас первый это допотопное человечество второй класс это после потопа до 1 пришелься хрисус христа третий этап это 2000 лет христианство в котором мы с вами живем который подходит к концу четвертый этап и тысячелетнее царство и пятый этап это на новой земле будем с вами все жить после того как эта земля сгорит и все дела на ней посмотрите это эпизод просто я вырезал сюда вставил есть полное видео найдете все ссылки на странице ну и сегодня у нас девятый с вами пункт это пробовать истины во время тысячелетнего царства я буду вам и зачитывать на месте этого черного квадратика будет это видео которое мы с вами я сейчас специально для вас записываю я буду для вас и зачитывать и что-то говорить уже своими словами будет интересно назидательно я уверен и благостно будет для счастья многих это видео кто жаждет истины да давайте начну читать по порядку что я у себя пометил принимая тот факт что второе пришествие иисуса христа на землю будет являться для человечества вторым шансом до для покаяния мы можем увидеть как минимум две параллели с первым явлением христа народом первое достаточно точное время явления христа плюс исполнение всех пророчеств на нем и после всех евангельских событий иудаизм продолжает существовать и по сей день давайте рассмотрим каждую из них подробнее о чем я говорю да что на самом деле вот это вот второе пришествие христа на эту землю не на новую землю а на эту землю это очевидно что приду как иисус сам говорил как в книге лидка в книгах ветхого завета не раз употребляется эта фраза вы знаете для меня это как ключик как закон жизни при 2 или 2 свидетелях или свидетельствах истин всякой вся все становится все является истиной или становится всякая истина до истинно всякое слово как написано в писании вот мы с понимаем что иисус два раза даст человечеству шанс когда он будет на этой земле первый раз ненадолго приходил и второй раз на тысячу лет уже пускай для вечного царства который плавно перетекет вечное царство на новой земле по сути это уже вечное царство будет до хотя бы пророк очень часто конечно вечным царство называет царствование над на новой земле но в ветхом завете практически ничего не было узнать было или не было может предыдущих видео о тысячелетнем царстве поэтому только уже нам в последние времена живущим открыто этом тайна была и так мы с вами то есть еще раз и мы рассмотрим с вами и смотрите я сегодня хочу поговорить как обычно о трех вещах очень часто я так делаю до первые две мы рассмотрим это поговорим в общем да для нас мы с вами теорию попытаемся познать она будет состоять из двух вещей то есть первое что мы естественно на второе пришествие с христа будем и тысячелетнее царство посмотрим через призму как все грузили стеклышко через кальку как я говорю накладываем первое пришествие с христа мы накладываем на 2 и смотрим что же будет во второй потому что за 6000 лет нет ничего нового под небом и то что было вчера говорят вот смотри вон новое помните как в экклезиастия он говорит да то что это все то что было вчера и будет завтра есть поэтому то что сегодня это уже было вчера и будет завтра одно и то же вот поэтому с вами действительно спокойненько зная уже как было первое пришествие иисус христа спокойненько накладывает на второе пришествие христа и много для себя открываем всяких мудростей да и второе по аналогии точно так же как иудеи отвергли христа в первое воскресенье мы с вами посмотрим как после второго пришествия иисус христа спокойненько тысячу лет на земле еще будет существовать псевдо христианские религиозные культы под названием православие каталицизм протестантизм ну и третье мы с вами закончим я поговорю о том что какое все это отношение эти знания имеют значение имеет важность для меня сегодняшнего на мою сегодняшнюю святую христианскую жизнь в любви ко всему божьему творению это это влияет это как это как как это трогает как это должно влиять нам на на все эти мои же на всем на все события на все поступки моей жизни об этом этим я и закончу да давайте с первым пунктом достаточно точное время явление христа и сбывание сбывшиеся все о нем пророчества время первого пришествия иисуса христа на земле на землю первое до пришествия достаточно точно было предсказано пророком даниилом в девятой главе одноименной книги пророк даниил и в свое время сбылось все предсказанное я вам зачитаю кратко я долго колебался и не записывал ролик но потом решил записать то что я сейчас процитирую кратко более подробно вы найдете посмотрев видео здесь на сайте есть естественно ссылка на страницу даже и на само видео как всегда я давайте мы ее ладно откроем я сделал страничку пророчества даниила о первом пришествии сус христа вы на нее переходите и что спокойненько изучаете все материалы и смотрите тут тут и схемка есть поэтому пророчества все вникните все легко понятно а в помощь всегда будет конечно же само мое видео вы его можете посмотреть я очень настоятельно рекомендую ну моего сейчас здесь кратенько я вам прочту и так знай и разумеет с того времени это ангел говорит даниилу до рассказывает что будет в первом пришествии с христа и так знай и разумею с того времени как выйдет повеление о восстановлении иерусалима до христа владыки семь семилетий и 62 семилетия и возвратится народ и обстроиться улицы и стены но в трудные времена и по истечении 62 семилетий предан будет смерти христос и не будет а город и святилище разрушены будут народом вождя который придет и конец его будет как от наводнения и до конца войны будут опустошения и утвердит завет для многих одно семилетие а в половине семилетия прекратится жертвы приношения и на крыле святилище будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя вот такое пророчество было кратко скажу еще раз передам эту мысль да то что было четко предсказано практически годы жизни христа его смерти сама его смерть его убийство и года этой смерти то есть в иудаизме все прекрасно знали это самое яркое такое пророчество конкретно о дате пришествия христа и более того даже того что с ним будет здесь я углубляться не буду то есть просто вам общую картину рассказал обязательно посмотрите если не забуду если забуду напишите я в подсказке здесь наверху в первом закрепленном комментарии в описании к ролику добавлю ссылку на это на это на эту страничку которую вам уже показал на на пророчество даниила о первом пришествии иисуса христа вот и вы познакомьтесь уже углубить сможете туда самостоятельно так вот я и пишу дальше давайте почитаю вам и вот несмотря на практически точную дату явления христа еврейского народу когда он иисус явился его не узнали не приняли почему потому что злые сердца слепили себе такой же образ грядущего мессии царя владыки и господина завоевателя земель покровителя всех народов огнем и мечом жаждущего богатства славы власти как жаждали всего этого они сами они слепили образ царя по плоти таким же каким прежде по духу он царствовал в их порочных сердцах и на самом деле если углубиться конечно же ведь об иисусе не только было от пророчества даниила да кто знает это есть такое понять как мессианские места ветхого завета иисус самим ученикам иудеям говорил что не прекратятся законы пророки как говорится до тех пор пока не исполнится на мне все я пришел для того не чтобы исполнить весь закон и пророк как там ужасный синодальный перевод нагорной проповеди в матфея да я пришел чтобы на мне все исполнилось и ни одна черта льет и не пропадет из законы пророков пока на мне не исполнится все все пророк все все пророчества все описание какие обо мне были даны на самом деле все это конечно иисусе сбылось но я как самый яркий пример специально показываю то что действительно была предсказана дата конкретное пришествие может сказать там поймете предсказан дата смерти вы же прекрасно знаете люди современники мои все кто мы сейчас живем с вами в третьем тысячелетии что особенно в историческом контексте дата смерти христа это практически дата его явления народ то что он он проповедовал все три с поляна года в историческом исторической такой точки зрения с точки смысле да мы за со взгляда с исторического три года это вообще ничто вот то есть практически было предсказано его приход и как раз смерть говорила о том что дальше точно он не будет да вот и вовсе и смотрите несмотря на это христа отвергли я всегда говорю что это уже давно как я проповедую что на самом деле когда иисус появится второй раз во первых понять что несмотря на все там описание громов и молниев на самом деле иисус явится и увидит его увидит его только его ученики только его ученики и только те кто будет против него но те кто против него тут же будут у них будет отнято дыхание жизни ангелы папа ангелы полетят их косить да и бросать мертвое море так называемое да а а а а зверил же пророк будет брошен вообще в озеро огненное без суда и следствия да люди которые в мертвое море будет брошены будут до суда там зверил же пророк даже и иисус и иисус им не нужен да они уже сами себя осудили все остальные народы все тепло хладные люди на земле никто христа не увидит его явление будет явлено только ученикам христом которые ждут его и ведут святую жизнь и наоборот его противникам которые может тоже его ждут потому что кто знает они будут собираться именно чтобы воевать со христом да с грядущим именно эти люди и они его ненавидят и на эти люди тоже увидят его восплачут и тут же потеряют дыхание жизни и упадут замертво потому что истреблены они будут силой явления его силой написано явление пришествие его ну по сути ангелы будут забирать их не души и бросать в море мертвых вот так вот когда иисус явится его многие признают нет конечно то считаешь как в первое мы видим не признали боль того его не признали даже те кто вот как богатцы начальники народа до начальники иудейские все эти религиозные все законники и книжники все отвергли христа в него уверовала небольшая кучка его последователей благодаря только силе божии духу святому который был с его учениками истинно вообще евангелие об иисусе христе его жизни учения распространилась по земле потому что это от бога и бог чудесами всякими действовал да и только поэтому это распространялось но даже несмотря на все чудеса как мы видим люди настолько может упорствовать возле что просто прямо отвергать лоб в лоб можно сказать столкнувшись с истиной и и отвергали вот что произойдет во втором пришествии да то же самое все то же самое ничего нового под небом нету мы таким образом сразу плавно переходим ко второму пункту до после всех евангельских событий иудаизм продолжает существовать и по сей день мы смотрим с вами с вами сначала на первое пришествие с христа я вам зачитываю то что я записал у себя на страничке пометки несмотря на все сбывшиеся пророчества христе сарса сама дата все все события разные все вот эти описания его которые на нем исполнялись тот же самый и анг креститель который был притечи который они тоже ждали что вот перед христом будет притечи до или я пророк или придет показывать он пришел и показывает это его тоже не узнали да мы с вами помним несмотря на все вот это совокупность событий которые все исполнилось все им было написано все исполнилось что они сделали они его отвергли давайте еще раз я зачитаю несмотря на все сбывшиеся пророчества христе его пришествие смерти сбывшиеся пророчества разрушения иерусалима кстати в том числе да Причем и в Ветхом Завете описаны, вот как у Даниила. И Иисус обо всем этом ему говорил. Он же говорил не только ученикам, он говорит, я вам всем говорю. Вы помните, на суде его спрашивали, что вы меня спрашивали? Спросите у тех, кто меня слышал. Я все явно говорил миру. И прекращение жертвоприношений, ожидавший и жаждущий его пришествия, когда явился он, его не приняли, отвергли его. Не просто не приняли, а отвергли, я восклицательный знак ставлю, да, через запятую, не приняли, отвергли его. Еще хуже того, да. Христос пришел к своим и своего не приняли. Ну, вы знаете, евангельская цитата. Я ее, правда, здесь даже без кавычек взял. И как мы с вами видим, иудаизм спокойненько, как ни в чем не бывало, продолжает существовать уже более двух тысяч лет. После всех евангельских событий. А его адепты, иудеи, продолжают ожидать пришествия Мессии. Хотя, как они собираются туда пророку, пророка Даниила, имя тоже очень любимого, естественно, уважаемого, притягивайте. Я не представляю. Мы с вами сейчас об этом чуть позже уже поговорим. К этому практически подбираемся. Я вам один очень интересный момент поведаю. По аналогии с первым пришествием Иисуса Христа на Землю, лично у меня не остается никаких сомнений, что и после второго пришествия Христа на Землю, такие псевдо-христианские культы, как православие, католицизм и протестантизм, продолжат свое существование в тысячелетии. Ну, тысячелетие, вы знаете, я уже кратко называю, кто уже последователь неоднократно смотрит мои ролики, в тысячелетие я вкладываю все. Тысячелетие Христа после его второго пришествия, воскресения из мертвых всех живущих во Христе, святой жизнью, всех, кто будет стоять и дождутся его своими очами, увидят, те изменятся во плоти. Все мы там восхитимся и соберемся в земле обетованной. Все это я называю одним словом тысячелетия. Ибо тот образ Христа, почему они его отвергнут? Христа, который придет во второй раз. Да потому что тот образ Христа и царство Христа, который ничем не отличается от образа в иудаизме, на самом деле, посмотрите на православных, католик, протестантов, все то же самое. Они как все дочки, сестры-близняшки. И разнообразные признаки во второго пришествия, здесь я в кавычках, сколько они понапридумали всего там, если вы будете разбираться во всех этих культах, что там нагородили, у вас волосы встанут дыбом на всех местах, каких только можно. Которые ничем не так. Иудаизме и разнообразные признаки во второго пришествия, какие они исповедуют и проповедуют. И та богопротивная жизнь, какую они ведут, и посмотрите, чем они занимаются. Идите убивать украинцев, вам все грехи простятся. Это Гундяев, патриарх. Все. Святейший. Патриарх. Кто убьет украинцев, все грехи простятся. Какой дурдом. И это что? Вот эта богопротивная жизнь, какую они ведут, не дадут ему зреть и принять того истинного Христа, который грядет в начале третьего тысячелетия. Конечно же, такие как Гундяев, все, естественно, подохнут собачьей смертью, как говорят. И воскреснут только во второе воскресенье, и получат каждый по делам своим. И уж по делам-то он своим получат как раз явно не то, что он ожидает. О каком первом воскресенье может идти вот таких христиан? О всех расистов православных, которые сейчас там украинцев убивают. Они что, воскреснут в первое воскресенье? Это какая твоя жизнь, такой твой царь? Иисус сказал, где сердце ваше, там и тело ваше, грубо говоря, будет. Какой здесь созиждете, царство небесное, в такое попадете. Вон они какое, посмотрите в ихние болеводские эти тошниловцы, окопы. Вот они в таких, вот такое их небесное царство. Там они и будут в таком жить-то. Так, не дадут ему зреть и принять того истинного Христа, который идет в начале третьего тысячелетия. Имея на руках Библию, они спокойненько отвергли тысячелетие. Еще раз даю вам ссылку к своему ролику, к шестому пункту о осуждении, осудивших и лязм. Как и неспокойненько, при наличии откровения тысячелетия, спокойно его просто выкинули на помойку, да и все. Протестанты ничем не лучше выдумали до великоскорбного восхищения церкви, которого никогда, естественно, не будет никакого. И много чего другого истинного отвергли, а ложного приняли. Или принесли в Евангелие, другими словами. Ну, или приняли в свое сердце. Но самое главное это то, что они отвергли святую жизнь. Все это, знаете, даже там до великоскорбного восхищения, можно, конечно, спорить сколько нет, сколько угодно. Другой вопрос, что я говорю, а не потому его отвергают, потому что о жертвенной любви давно отвергли учение. Еще с самого начала своего основания всеми этими там отцами-основателями этого протестантизма. Ну, а уж о православии, католицизме. Говорить какой-то любви к врагам, они рядом не знают, что это такое. Рядом не лежало, чтобы они знали, что это такое вообще. Уж не говоря исповедовать это, жить по этому, и уж потом еще и проповедовать. Но самое главное то, что они отвергли святую жизнь в любви ко всему Божьему творению, вплоть до жертвенной любви к своим врагам, о которой учил Иисус. И именно это лишит их блаженства участия в первом воскресении, а при втором воскресении получить должное воздаяние за все то, что они делали, живя в теле. Доброе или злое. Посмотрите, действительно, ведь вот все, что со Христом было в первое пришествие к своим, своего не приняли, отвергли. Иудаизм спокойненько существует, хотя притянуть уже за уши никогда в жизни не получится. Все, что мы там читаем с вами в Ветхих Заветных Пророках, которые они так тоже любят, исповедуют и проповедуют, они ничего не смогут притянуть ко второму, когда Антихрист себя объявит этим вторым пришествием, к нему они притянут, только это работать все не будет. На самом деле, потому что это не работает, и для них это будет первое, но оно работать-то не будет. Того, кого многие примут как второе пришествие, для людей это будет первое. Они вместненько возьмут за ручку, и не важно, что для одних это первое, для других, для псевдохристиан это второе пришествие, они обнимут, поцелуют в задницу Антихриста, поставят себе печати, куда только можно, на руку чело, куда только можно, на всю спину, наверное, себе наколят, и будут творить беззаконие вместе с ним. Спокойненько, две тысячи лет, после всех иванких событий, которых все было так четко предсказано, спокойненько удают, существуют, и ничего, и даже не дергается. Поэтому, знаете, две тысячи лет прошло земных. Поэтому удивляться моим словам, что я утверждаю, что в тысячелетнее царство, православие, католицизм, протестантизм, в каком-либо варианте, пусть там какое-то будет созидательное общество, а-ля, что там, да, давайте хотя бы не убивать друг друга, вы помните, я об этом уже говорил в ролике о школах, о пяти классах школы жизни, ну, и как бы все религии, чтобы религиозных войн не было, вот именно, они все объединятся, так будет, скажем так, вроде бы немножко разные, но плюс-минус одинаковые. Они еще тысячи лет будут ждать Христа. Поверьте мне, еще будет иудаизм, они все так же останутся определенными по народам. Да, иудаизм и третью тысячу лет продолжат ждать, после двух тысяч лет христианства на земле, еще и третье тысячелетнее царство со Христом на земле, с тем мессией, который к ним уже приходил, они все равно будут его ждать. Все равно будут ждать. Несмотря на то, что мы будем в земле обетованно с ним жить, а они неизвестно где опять будут рассеяны по всему лицу земли, они все равно будут ждать своего мессию. Вот я вас уверяю. Две тысячи лет как раздолбан это соломоновское капище, и им все равно хоть колом на лбу чеши. Иисус уже пришел, дату ты исполнил. Все пророчества Даниила о разрушении этого ихнего капища, и сжигании города, все сбылось. Хоть колом на лбу чеши, все равно они ждут своего первого пришествия, своего мессии. Как вы думаете, когда пройдут все события апокалиптические, которые нам тоже описаны, псевдо-христиане тоже к ним имеют доступ, к книге Откровения, ко всем посланиям Нового Завета, к самому Евангелию, в котором все Откровения Иисуса, которые он дал. Вы думаете, они что, тепло-хладные, которые, конечно, и не восстанут, может, против второго пришествия со Зверин, но и Христа не ждут, или ждут там непонятно как, вот это все извратив. Они вот точно так же, они дальше, они еще тысячу лет будут жить и ждать его. Вот еще будут тысячу лет жить по всему лицу земли, ждать его. И, ходя в православное капище, в протестантские, в эти, в католические, протестанты своим, да и великоскорбным восхищением. Так они и прождут, и Иисус придет уже, они все будут ждать даже восхищения, потому что никто восхищаться не будет. А если они живы ли грешной жизнью, то они не восхи... Они, может, и не подохнут, как все грешники, но и не изменятся, и восхищены ко Христу не будут, потому что живут, если грешной жизнью. Если вы не любите природу, не любите животных, не любите людей, вплоть до любви к врагам, не проповедуете истину, какое у вас ждет блаженство, участие в первом воскресении? Вы не знаете, кто такой Христос. Христос есть любовь. Если вы не любите, вам нет участия в первом воскресении. Вы думаете, что церквоходы, что ли, будут воскресать из мертвых? Нет, конечно. Настоящие святые люди в любви ко всему Божьему творению. Это очень важно понимать. Несмотря на все описанное, казалось бы, будет сбываться все из книги Откровения. Вот поверьте мне, глядя на первое прощество Христа, да что бы ни написано было, что бы ни сбывалось для псевдо-христиан, для иудеев, хоть колом на лбу чеши порой, если в людях нет любви. Как Даниилу и сказал ангел, только умный, то есть добрый, уразумеет все написанное, извлекут пользу, и вкусят, и насладятся блаженством, участия в первом воскресении. Вот так вот. Нет любви, без Бога, как написано, никто не увидит святости. Без святости, и так, и так, на самом деле, можно читать. Без святости, просто в псалме сказано, да, без святости никто не видит Господа. Святость – это любовь. Бог – это истина. Истину узреть, даже в книгах, когда ты смотришь, можно только любя мир. Тогда тебе открывается это. Любовь открывает глаза. Казалось бы, какая связь некоторая, я же книжки читаю. Чтоб там что-то уразуметь, ты должен любить все Божие творение. Тогда тебе откроется Бог, а Бог – естественно, Бог – любовь – есть мудрость. Любовь открывает мудрость, а не наоборот. Можно быть гением, да, и придумывать суперпытки для истязания людей. Да, ум вот этот придумывает, что-то это не делает тебе богоподобным. Богоподобным тебя делает любовь. Ну, надеюсь, все это понятно. Удивляться тут нечему. Спокойненько все это будет существовать. Очень спокойненько. Точно так же, как Христос, вы вспомните, как он пытался иудеям объяснять, что тот, кому вы кланяетесь в этом капище, он им предложил раздолбать его в клочья. И я в три дня из ваших душ созижу храм Божий. Раздолбайте. Вы помните, ему потом на суде предъявляли, что он хотел разрушить храм Божий посреди Иерусалима. Он, правда, говорил, не я буду его разрушать, вы его разрусите. Собственными руками избавьтесь от этого религиозного культа. Я сколько раз за семь лет, что я в интернете проповедую, говорю, что чтобы познать истину, из всех культов надо выходить. Никогда вы в них ничего не познаете. Только выйдя из культа, вам начнут открываться глаза. Никогда. Причем, по плоти это надо сделать. Не думать, что я там, да я там по плоти, а вот тут пока буду. Нет. Ты берешь, ты каешься, ты каешься, и ты творишь достойные дела покаяния. Если ты признал все это мракобесием, дьявольским, ты должен от этого отречься. Выходишь полностью. Да, страшно. Да, непонятно, куда ты пойдешь. Ты должен выйти, как вышел Авраам из земли своих предков. Не важно, что тебя там в детстве крещили, что все твои родственники, все там православные, и как тебя только не увидят на воскресной службе, сразу заклюют тебя. Если ты готов идти за Христом, иди, выйди из этой лодки, которая неизвестно куда плывет, и пойди вместе с Петром ко Христу, не боясь ничего. Иди по воде. Лучше идти по воде ко Христу, чем плыть в лодке в неизвестном направлении. Это очень важно. Только совершайте действия, Бог будет вас очищать. Просто так ничего не бывает. Иисус сказал, путь мой тернистый и узкий, и только понуждающие себя восхищают небесное царство. Это очень важно. Это не протестантский бред вам про спасение по вере. Нет. Это Евангелие Иисуса Христа. Нудящие себя, трудящиеся, понуждающие себя восхищают по этому узкому и тернистому пути. А не дьявольский, протестантский бред, антиевангельский, антихристианский о спасении по вере. Иисус никогда этой чуши не учил. Только так. Царствие Божие силою берется, Иисус говорит, силу, трудом. Верить в Иисуса Христа как историческую личность Бога, явившегося в плоти, не требует никаких усилий. Более того, я всем говорю все время, ученики не имеют это добродетели первые. Они не верили, они его глазами собственно видели, как он говорит, руками собственными трогали и ушами собственными слышали. Им не надо было верить. Это не добродетель. Веря в историческую личность Иисуса Христа и даже в его искупительную жертву за твои грехи не делает тебя святым и никаких усилий от тебя не требует. Это чушь протестантская, ничего общего с Евангелием не имеющая. Иисус сказал, я свет пришел в мир. Он говорит, верующий не судится, любит только оторвать от его речи один кусочек. И как хорошо. И придумать дьявольскую блевокину о том, что ты спасен по вере, ты не судишься. А то, что Иисус говорит, что суд-то, почему ты не судишься? Тот, кто по-настоящему будет веровать, покается и сотворит плоды, достойные покаяния. Потому что он говорит, суд-то в чем состоит? В том, что я свет пришел в мир. И всякий, кто делает доброе, идет ко свету. А кто делает зло и не идет, потому что дела его злые. И он не идет, чтобы не обличились. Оказывается, ты не судишься, если ты добрыми делами исполнен. Если ты добр, если ты свят, тогда ты, естественно, идешь к свету. Как тебе тогда судить? Если тебя судить не за что. Иисус и спрашивал своих обвинителей, за какое из добрых дел хотите побить меня камнями? Если в те добрые дела ты Иисусу скажешь то же самое. За что меня судить? Да судить тебя не за что. Если ты абсолютно свят, если ты добр, тогда ты идешь ко свету. И свету не за что тебя судить. Ты сам свет. Свет свет не судит. Конечно, легко вырвать фразу Иисуса и превратить ее в дьявольское учение о том, что верующий не судится. Святой верующий не судится. Тот, кто исполнен добрыми делами, тот, кто добр, тот, кто свят, тот, кто совершен. Да, этот не судится. А за что его судить-то? Он не судится, если он свят. А грешники не идут к свету, потому что дела их не злые. Оказывается, к свету-то и ведут тебя дела. Добрые то или злые, как Павел писал. Я надеюсь, это очень все понятно. Поэтому спокойненько они будут жить. И спокойный к иудей, вот он он, Иисус. Вот он он. Вот он тот, кому вы построили. Это капище, гробик Моисея, которые туда положили в виде ковчега. Моисей бога в гробик, как я всем говорю, похоронил. А Соломон этот гробик в склепе замуровал очень удачненько. И все отлично. И живут все спокойненько. Да так, что Господь и говорил об израильском народе. Оставлю вас. И посмотрите, что значит жить без меня. Вот так вот. Так что удивляться. Таращили глаза, я вам так скажу, на меня, что я вот тут такое несу, что в тысячелетнем царстве будет православие, католитизм, протестантизм. Посмотрите на первый приход Иисуса Христа. Посмотрите на иудеев. Это же как образ. Те, которые ждали Христа. Точно такие же псевдо-христиане, теплоохладные, будут и всю тысячу лет дальнейшую существовать. Спокойненько. Будут ходить в эти православные капища. Вот поверьте мне. Мы с вами будем жить в земле обетованной и будем видеть, как они все это делают. Как Иисус пришел, тот, кого они ждали. А они все туда идут. Говорит, придите ко мне. Я есть. Куда вы ходили? Все свои молитвы возносили. Ожидали ответа. Вот он я. Вот он я на горе. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Нет, они в это капище, прутцы. То же самое. Проповедуешь. Люди. Да обратитесь к Богу живому. Творите дела добрые. Творите дела добрые. Любите. Святите. Бог будет у вас, и вы в Боге. И все. Будет счастье вам. И придет Христос, и будем с ним еще по плоти. Нет, прутцы покрывало. Повесили себя Моисеева на голову и поперлась в это капище, где Гундяев ей будет в уши говно дуд... Как это? Молотком этим впихивать. О том, что иди. Ты и так зэк там 20 человек зарезал. Иди еще убей на Украине и все грехи тебе простятся. Вот к чему все это приводит. Пока человек не обратится к живому Богу, к любви, ничего он не познает. Ну и какое все это, что я вам сейчас рассказал, кратенько в полчаса по моим меркам, какое это отношение имеет ко мне сегодняшнему, к моей сегодняшней христианской жизни. Давайте я вам зачитаю сначала то, что я прочитал. В конце предыдущего раздела «Мир во время тысячелетия» я уже затронул и поделился со своими мыслями о том, как знания о тысячелетии могут и должны отражаться на моей реальной христианской жизни, на моем попечении, обренном теле и бессмертной душе. Но за скобки тех размышлений я тогда... Я, честно, я тогда даже забыл, по-моему. Ну, Бог все ведает и все проницает, и так иногда все получается удачно. Я, по сути, там вообще не поговорил о проповеди. Мы там поговорили в основном о таких плотских вещах, но, конечно, заканчивали духовными. Но я как-то тем проповеди, там и так ролики длинные, оно и хорошо. Видите, в целый ролик вышла именно конкретно проповедь истины. Любви, свободы, вечной жизни и Христа Бога. Мы чем с вами сейчас и занимаемся. Но за скобки тех размышлений я вынес одну очень важную тему, о которой я хочу поговорить сегодня. Ну, о которой мы уже говорим сегодня. Уже полчаса. Это проповедь истины. Я хочу предложить вам два взгляда на эту очень важную тему, ибо, я цитирую римлянам, новый русский перевод 10-17. Вера приходит от услышанного слова, слово о Христе. Общего обоих взглядов будет то, я вам два взгляда, сейчас две ветки предложу. Вы знаете, почитайте, посмотрите хотя бы Евангелие от Марка на моем канале «Христолюб. Чтение библийных писаний». Откройте Евангелие от Марка, плейлист соответствующий, и хотя бы посмотрите последний ролик, 16 главу. Как Марк прекрасно в конце своего Евангелия дал такую развилку. Двух возможных событий схода Евангелия. Когда женщины увидели там Христа, и что? Он им сказал, пойдите, расскажите ученикам, чтобы все там собирались, а написано «Они пошли и замолчали». И как гробовая тишина. Многие даже сомневаются, что после, по-моему, 8 стиха, там с первого по 8 стих, что с 9 стиха это вообще Марк писал, что типа это потом более поздняя приписка. Я там рассказывал, что это никакая не более поздняя приписка. Это Марк показал так классно, как бывают фильмы, так бывает есть фильмы, так снимают, и делают два варианта концовки. Я как-то каких-то пару фильмов в своей жизни таких видел. Как бы возможный вариант событий. Вот если бы он пошел туда, налево, было бы то-то, а пошел туда-то, было бы то-то. Вот. И Марк прекрасно описывает два варианта событий. Вот когда женщины замолчали, написано «И никому ничего не сказали». Я говорю, три просто смертоубийственных слова, которые прямо в самое сердце каждый раз стучат. «Никому ничего не сказали». Чем мы сейчас с вами, современные так называемые христиане, больные, к сожалению. Никто не хочет ничего проповедовать, ничего не говорится, не делиться истиной, хотя бы чужими роликами перерепощивать, хотя бы самому слово где-то открыть, поучиться его говорить. Ничего не хочет. Вот прям вот эти вот женщины, которым Христос явился, сказал «Идите сообщить ученикам», написано «Они никому ничего не сказали». Вы понимаете, я сейчас не с сексистской точки зрения, там женщина – это не суть важна. Но там так получилось, что он именно первых женщин на пути встретил. И там две развилки, они даже начинаются в последний день, в день субботний, одни и те же события, как будто два раза рассказывают, и в первый день недели, в воскресенье, в воскресный день. Это уже как будто в другом ключе. Иисус уже рассказывает, как он является, и все. А заканчивается, и пошли они проповедовали везде слово, подкрепление его знаменями и чудесами. Я говорю, посмотрите, как два, как Евангелие могло прерваться, если бы мы никому ничего не захотели рассказывать. Вот здесь то же самое, я сейчас два варианта хочу показать. Общее у них я пишу, у этих обоих взглядов то, что Христос грядет в конце ближайшего десятилетия, по моему внутреннему откровению, а времени осталось совсем немного. А разным будет следующее. Первый взгляд. Первый взгляд мы принимаем, то есть мы с вами принимаем, что Христос грядет. В принципе, уже ничего нового я вам не расскажу. То, что мы рассматриваем с вами две точки зрения, это опять к тому шестому пункту, к осуждению судивших Ильязом. То, что есть тысячелетие или нет тысячелетия. И что мне дает опять знание о тысячелетии для меня сегодняшнего. То есть первый взгляд, это опять а-ля православие, ктелицизм, никакого тысячелетия нету. Если Христос и вот-вот грядет, пусть как бы, мы все согласны, что когда-нибудь второе пришествие-то будет, то все, все дела на ней, земля и все дела на ней сгорают. И те, кто наоборот говорит, что нет, еще тысячелетия, это будет все. Земля, все дела на ней когда-нибудь сгорят. Но все-таки это будет еще через тысячу лет жизни Христа со своими учениками на земле и еще множество-множество людей, разных народов, племен, странных государств. Так вот, первый взгляд, мы принимаем с вами какую? Ну, православную, католическую блевотину о том, что тысячелетнего царства не будет, о том, что все это ложь, вот все. Если Христос когда и придет, это все, это конец этой земли, это страшный суд, великое разделение и новая земля, и там мы все обитаем, где обитает правда. Я пишу, если принять это лжеучение ортодоксии, отвергающее тысячелетие, то в конце ближайшего десятилетия, когда Иисус придет, во что я верю, исповедую по своему внутреннему откровению, земля и все дела на ней сгорят. Да неважно, пусть я ошибаюсь и еще второе пришествие через 20 лет будет, через 30, может через 100, какая разница? Сегодня не об этом, даже человек будет жить через 100 лет, да, как он будет мыслить перед вторым. Я говорю, поэтому я говорю, мы заобще берем, что все, мы при дверях. Уж там можно спорить, это уже другая тема, когда, но мы при дверях. Мы сегодня хотим ответить на вопрос, что делать, если я при дверях второго пришествия Христа. То есть, если принять православное католическое ортодоксие, то есть, это лживое учение, отвергающее тысячелетие, то когда Иисус придет, земля и все дела на ней сгорят, как написано в Библии, да, а человечество предстанет на Великий суд, и после великого разделения, отделения праведников от грешников, одни будут вечно блаженны со Христом и ангелами на новой земле, а другие будут вечно мучиться в биении огненность дьяволом и падшими духами. Ну, я пишу. А значит, со сгоревшими делами на земле, и земля вся будет уничтожена, пропадут и все наши труды и благовестия. Книги, картины, аудиозаписи, видеоролики в современном мире и раздревности, все эти рукописи, картины, что до нас дошло, сейчас это аудиозаписи, видеоролики, наши странички в соцсетях и все прочее, да, ибо все это уже никому не будет нужно, потому что этого просто не будет существовать, да, во-первых. Не очень, и я пишу, что вот это все, если мы дожили, если верить в ортодоксальное учение, принимать его, да, что вот никакого тысячелетия нет, а после пришествия Христа все, сразу снова земля, то я говорю, звучит-то не очень мотивирующе для тех, кто мало или много сил и времени вкладывает в проповедь истины, любви, Христа, вечности, Бога, ну, одним словом всегда я называю истина, да, не совсем меня мотивирует, хочется уже бросить и ничего не делать, да, и я предлагаю рассмотреть другой вариант. Второй взгляд. Если принять истину о тысячелетии, то в конце ближайшего десятилетия, когда Иисус придет, ну, пусть я говорю, даже давно бы, еще не скоро придет, но мое сегодняшнее видео, мое послание к человеку, который будет при дверях, да, то земля и все дела на ней останутся прежними, за исключением живущих на ней бессмертных учеников Христа вместе со своим учителем землеобетованной. Ну и как мы в том ролике рассуждали, неважно, там может чуть природа будет измененная, мы сегодня уже не об этом, общая мысль идет, да, все равно это будет эта же земля, может быть она немножко преобразится, либо в самой землеобетованной, где будет Христос с учениками жить, ибо где Господь, там все прекрасно, может быть что-то на земле немножко изменится, климат, Бог может все изменить, тем более после тех всех апокалиптических событий, какие мы тут с землей, что там будет, да, она конечно восстановится, может быть она даже на новый уровень какой-то перейдет, все может быть, но люди-то будут те же самые жить, да, с той же самой свободой выбора, свободой воли, свободой выбора между добром и злом. Так вот, я пишу, а значит проповедь истинной о Христе, любви, если мы дальше продолжаем жить, тем более для, вы же знаете, живущих во Христе, во время второго пришествия вообще ничего не изменится, только плоть из нетленной в тленную поменяется, а он как стоял, так и будет стоять. Ну, восхищен будет, я имею в виду, ну, восхищен для того, чтобы собраться в земле обетованной, мы что, не на поезде, не на самолете полетим, а чудным образом там все окажемся, точно так же, как и мертвые воскреснут, и все навстречу Господу на воздухе придут и соберутся все в земле обетованной, да, а значит, проповедь истины о Христе и любви, свободе и вечной жизни будет продолжаться не только за счет ее живых носителей после второго пришествия Христа, то есть Христа и учеников, но и будет действовать в тех ресурсах, которые от них остались на земле. Ну, я следующие мысли пишу. Точно так же и сейчас люди берут и изучают наследие далекого или недалекого прошлого через доступные материалы, видео, аудио опять, книги, картины, музыку, да все что угодно. Точно так же и современники граждан тысячелетнего царства Христа по всему лицу земли будут продолжать заниматься тем же. Какую мысль еще раз я хочу донести, что когда Иисус в то раз придет, земля-то все останется на ней. Несмотря на то, что в книге мы знаем, что четвертая часть населения земли погибнет, а там даже еще и больше может быть. Мы знаем, что много чего будет разрушено. Мы вот с братом во Христе рассуждали там, ну а что же, информацию смогут сохранить? Да, конечно, смогут. Кто знает, сейчас современные все эти дата-центры строятся даже не на земле, а под землей, все эти гугл-хранилища там. И как бы сейчас какая бы мировая война не навернулась, как бы мы тут не пытались друг друга истребить и все, что вокруг нас живое, все равно мы знаем, христиане, которым дано книга откровения, мы знаем, что до конца истребить не получится, и люди будут жить. Будут жить, все сохранится, и вот этот рубеж, вот это 3-4 класса, как я рассказывал, мы спокойненько перешагнем, и все будет, вся информация сохранится. В 3-м тысячелетии от Рождества Христова или в этом тысячелетии от Царства, что Библии не будет? Библия будет. Предание куда-то денет? Нет, люди очень, мы знаем, как люди относятся к истории, посмотрите, все хранят, все сберегают, Библию не сохранят, конечно, сохранят она на сотнях языках по всему миру, у каждого в доме есть, на компьютерах, в каждом компьютере, наверное, есть. То есть у кого-то в дата-центре, какой-нибудь дата-центр раздолбают, многие из них запараллельно копируют данные, но все они уничтожат. Предание много, что сохранится, да, исторически все, что мы до сегодня с вами, человечество, накопило, так скажем, этот багаж, он будет существовать? Конечно, будет. Все, что мы с вами, вот еще до 30-го года, когда, 2033-го года, когда Христос, как я говорю, придет, да, сколько еще все наберется, сохранится все, это все сохранится. YouTube весь сохранится, сохранится. Все будет то же самое. Будет интернет, конечно, будет. Я мысль-то какую очень простую выдаю, что действительно, когда мы будем с вами все в земле обетованы, ведь люди будут точно так же искать истину. Несмотря на то, что, знаете, мы задаемся такими вопросами, но когда они все в теплой ванночке будут, возможно, они добьются, как мы в предыдущих видео, я рассуждал, что будут продлевать там вечно молодость свою, там здоровье, может, будет у них уже более-менее, там таблеточку какую-нибудь выпил, и все хорошо. Люди перестанут искать Бога, там еще не перестанут. Человек будет всегда искать абсолютную совершенную любовь, будет искать Бога, будет искать истину, будет задумываться, если они смогут добиться только продолжения вечного продолжения молодости, все равно они будут зависимы, как мы с вами, я уже рассуждал, они будут жаждать полноты и бессмертия, какой будем обладать уже мы с вами по воскресенье, кто живет святой жизнью и достигнет этого. Поэтому в любом случае они будут искать. И заметьте, точно так же я уже перехожу плавно к следующему, тут я пункту писал, вот я вам хочу такой пример очень яркий рассказать. Посмотрите это видео, как Иудея уверовал в Мессии Иисуса Христа. Ссылка вот активная и естественно в тексте, вы сможете кликнуть там на смартфонах, на компьютере, где вы смотрите. Перейдете вы на, это мой тоже канал, Мировоззрение, это серый канал, куда я что-то загружаю, его могут конечно в любой момент удалить, там все конечно без авторских прав, без всех, но вот я поэтому туда отдельно заливаю, чтобы мои каналы не повредить. Посмотрите это мое видео, кто-то его может давно видел, оно 8 минут, Иудея об Иисусе Христе. Это реально свидетельство еврея, человека, парня молодого, ну уже мужчины, который был таким ортодоксальным иудеем именно, евреем, ну евреи это национальность, а аудеи это вероисповедание. Вот он был именно таким иудеем, все там верил, был таким мессианским тоже иудеем, все ожидал, все изучал пророчества. И ему все не давал покоя, вот именно пророчества об Иисусе Христе, это к тому мы сейчас возвращаемся, с чего сегодня ролик начали. Ему не давал покоя место в Исаии, вот жалко ему не место в Данииле покоя не давало, где прямо дата Христа предсказана. Так это, ну даже его свидетельство, оно, видите, насколько такое интересное и показательное. ему не давало покоя, а это, я уж не помню, я 6 лет назад вот написанный ролик это загрузил, ну пусть там какой, неважно, это третье тысячелетие, да, ему не давало покоя, что он читал у Исаии и было написано, что Мессия войдет в храм в Иерусалим на Ослике. И вы помните нынешнее современное так называемое там вербное воскресение в православии, да, это именно восхождение Христа на Ослике, да, когда Иисус, вы помните, там сел и в праздничные дни как раз ну и любой город на горе он как раз туда восходил, поднимался, вот, и на Иисусе все сбылось, вы помните, как ему кричали Асанна там, сын Давидов и прочие вещи, да, его правда распяли, потом через несколько дней тот же самый народ, коротно Асанна уже кричал распни его, у нас сегодня не об этом видео, и вот ему не давало покоя это пророчество, и он говорил, как, какой Ослик, мы живем с вами в 20 веке, кругом машины, автомобили, век технологии, какие, какой Ослик, какой, какой Мессия, когда сейчас явится, ну уж как минимум на Мерседесе приедет ко входу и спокойненько по красной дорожке поднимется, ну, кто будет его на Ослике сейчас, только ради исполнения уже вот именно притягивания, я не сомневаюсь, что Антихрист именно на Ослике в Иерусалим, лишь бы вот подкосить, но это же будет все как всегда цирк, такая же клоунада, как у православных католик-протестантов со всеми этими мессами, всеми этими службами и так далее, богослужениями, конечно, они эту клоунаду как раз устроят, но видите, парень-то оказался умный, и он понимал, что если клоунаду не устраивать, ну, там, когда-то в прошлом это было бы нормально, то, что он к Иерусалиму приближался, как бы на Ослике в него въезжал. Сейчас какой Ослик? Ну, если там у кого-то еще в селах есть животные, и то, сейчас уже практически все, практически уже единицы, совсем там, как говорят, где-то там глуши, там, кто-то там еще на лошади пашет, на Осликах ездит, вот, ну, в Иерусалиме, в центре Иерусалима, в храм, который там отстроят потом перед вторым пришествием, ну, кто туда, на каком Ослике будет в Иерусалим из-за города ехать, да, по всей улице, это же бред, ему не давало это покоя. Он начал ковырять, доковырялся до христианства, до Евангелия от Матфея, прочитал, и увидел, что Христос вот так вот входил в Иерусалим, ему все кричали, ну, вообще прочел Евангелие, и уверовал во Христа. Вот, казалось бы, такое вот пророчество Исаия. Послушайте это, посмотрите это видео, я думаю, вам, если никогда вы его не видели, кто меня, конечно, давно смотрят, все это знают, я говорю, он 6 лет назад, я его загрузил, когда я прям только начинал в Ютубе проповедовать, у меня уже был где-то архивчик, я тогда делал. Давайте я вам зачитаю то, что я написал. Посмотрите это видео, как Иудея уверовал в Мессию Иисуса Христа, однажды прочитав Евангелие от Матфея, узнав из него, то, что на Иисусе сбылось пророчество вхождения Мессии в Иерусалим на Ослике, чего в нынешнее время века автомобилей и высоких технологий уже просто невозможно представить. Так и в тысячелетии, когда теплохладные адепты православия, каталицизма и протестантизма, которые, как я говорю, будут существовать, взалчат и возжаждут истины и начнут искать ее, начнут изучать Библию, которую они, будучи адептами своих культов, никогда и не читали, начнут изучать предания, толкования, историю, будут искать ответы на множество вопросов, которые возникают у любого новоначального неофита, как и у всех нас, когда-то прошедших тем же путем, тогда они будут натыкаться на наши материалы и уразумевать, как все то, что написано в Новом Завете, уже произошло с ними или с их предками в начале третьего тысячелетия. А все те, кто веровал в это и жил святой жизнью в любви ко всему Божьему творению, после всеобщего воскресения праведных, живут сейчас со Христом в земле обетованной. О чем я рассказываю еще раз на примере вот этого вот иудея. То есть, представляем с вами, Иисус пришел, мы с вами в земле обетованные, по всей земле живут так называемое созидательное общество, которое решилось там с горем пополам как-нибудь от войн отречься, от убийств и так далее, как-то с горем пополам живет, как-то там свою жизнь продлевает, возможно, нет, возможно, да, помните, я размышлял, мы точно не знаем, будут ли они способны продлевать сразу или со временем там свою вечную молодость продлевать до вечности, так скажем, насколько там здоровье приобретут, но в любом случае они будут искать истин, у них будет та же самая Библия, я говорю, будут такие же православные католики, и точно так же там будет опять теплоохладно, и тот, кого Бог будет касаться сердец, а он вот читает, и как я написал, что либо их, либо их предков, если это все на их глазах произойдет, вот эти стены в последние времена, на которые они и не помрут, переживут их, ведь 3 четвертых это останется на земле, они и переживут их, да, и не помрут, потому что не супергрешники не восстанут там против Христа, ну и они не горячие, которые дети Божьи, которые будут иметь блаженство, участие в первом воскресенье, они потом, когда будут все это читать, они же увидят, слушают книгу откровенно читают, что-то прямо вот мы же тогда вот этот ад весь переживали, или будут вспоминать, если я говорю это позже, потом дети будут рождаться, кто будет вот так изучать, то считаешь, как мы с вами изучаем Библию, изучаем Ветхий Завет, Евангелие, 2000 лет тому назад было, Деяние апостолов, такое, как я изучал все предания, всю историю там святых отцов, вплоть до там русских, там современных своих, да, они же точно так же будут изучать все это, они точно так же будут искать Библию, будет толкование, как мы сейчас в Ютубе, все и тысячи, они тоже будут искать, и точно так же будут попадать, я буду, как всегда говорю, на живых примерах, вы знаете, я люблю на современности, пока что все было понятно, и будут искать, и будут находить христолюбца, да, его видео, послушать христолюбца, а видишь, что они рассказывают, все, что я рассказываю, все сбывалось, я рассказывал, что будет в книге откровений, эта книга откровений, может я буду писать ролики во время книги откровений, когда на нас тут все это, все это будет горе сваливаться, они будут обалдевать, представляете, Они видят такого, как я, слушают, и все же, вот же, из древних веков все идет, 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 повторялось, все сбывалось, все они утверждали, все так. И он еще и говорит, что они в земле обетованной там со Христом. Они как пилигрим, помните, путешествие пилигрима, вот они также отправятся к нам туда в землю, кто-то будет отправляться в землю обетованной, в поиск нас, что это правда, что ли? Я же тебя видел в Ютубе, и он найдет меня, будет спрашивать, где тут Христолюб, даже в земле обетованной, может, там нас по-другому будет звать, но может, останутся какие-то такие, чтобы Господь, да, и мы будем всех ко Христу приводить, да вот наш Господь-то. Вот так вот, мои дорогие, здорово, здорово, то есть все это будет работать, и, как мы видим, так что труды все эти не зря, и все это нужно. Давайте дальше я почитаю, что я написал. Ну, картина восхищения живых и живущих во Христе, и умерших во Христе, как невеста. Ну, я пишу, когда сын, ну, я цитирую Луку 17. Когда сын человеческий явится, в тот день, кто будет на кровле овещего в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, так же не обращайся назад, кто станет сберегать душ, что этот погубит я, кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится, две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будет на поле, один возьмется, другой оставится. Ну, естественно, Иисус рассказывает здесь о восхищении, об изменении живущих и восхищении их навстречу себе, когда будет идти во второй раз на землю. Ну, я пишу следующие мысли. Родственники и друзья, кто в изменившихся в нетлении телах живыми будет восхищены навстречу грядущему Христу и собраны в земле обетованной, то есть родственники все. Представляете, вот мы с вами живем, и бац, мы, может, даже с одного огорода, как Иисус говорит, двое будет на постели, на одной постели, значит, ну, подразумевается муж с женой, да. Двое будет на поле, двое будет на работе, там, ну, как угодно, да. Даже до постели доходит, и бац, его нету. Бац, его нету. Они же начнут нас разыскивать, пропавших без вести. Они будут искать нас, будут думать о нас, будут, даже если нас потеряют, будут пересматривать наши фотографии, наши страницы социальных сетей, перечитывать наши посты, если там где-то общаются в социальных сетях, и даже родители с детьми общаются, у кого более-менее такие дружеские отношения. Будут перечитывать наши посты, наши страницы, которые, может, никогда не смотрели, кстати, да. Может быть, возьмут книгу прочитать, если ты какую-нибудь там книгу когда-нибудь написал, твой сын или отец или друг никогда ее не читал, да. Пересматривать блоги, такого, как я, да. Кто-то, может, из друзей решит все-таки посмотреть, что я столько лет там проповедовал, вроде слышал, никогда все это артачился, слушать меня вживую тоже не хотел. Но решит послушать, что там деманты нес, да. Да, пока не пропал. Начнут пересматривать блоги, видео с их участием, своих родственников, знакомых, друзей, детей и так далее. И через это, возможно, смогут познать истину, обратиться ко Христу и найти Его и нас в земле обетованной. То есть мы такие должны им пометочки оставить, чтобы они как пилигримы шли по этим следам. Ну и тут уже мой призыв. Я говорю, засвидетельствуйте об истине на своих ресурсах. Положите письмо к завещанию, что-то там напишите, я сейчас скажу, что, да. Сделайте что-то такое, чтобы люди из вашего окружения после вашего исчезновения, ну пусть смерти, даже если вы там не доживете до, прямо до второго пришествия Иисуса Христа, не своими глазами, как написано, узорите его, да. Доживете ли, то есть будете ли там в завещании писать, напишите письмо какое-нибудь своим детям там. Если уж вы при жизни там стеснялись, боялись говорить, что вы христиане об истине, где их можно найти, если вы им желаете блага, вот. Напишите письмо, я пишу завещание, сделайте что-то такое, чтобы люди из вашего окружения после вашего исчезновения смогли докопаться до истины. Вы поняли мысль, да? То есть вот, хоть какую-то, хоть какую-то, в соцсетях закрепите хотя бы одно какое-нибудь телевидение, которое вам нравится, там проповедник, я не знаю, Евангелие. Или пусть даже ссылка на Евангелие, на аудиозапись, на видео, на фильм какой-нибудь, может там, на страсти Христовы. Что-то такое нужно, понимаете, чтобы ваши хоть как-то обратились. Есть какой-то прикольный фильм, ну ладно, наверное, не стоит, там где отец попросил по смерти сына 40 дней побыть в его комнате. И сын пришел к Богу. Это то ли притча, то ли правда рассказ, то ли фильм такой, честно не помню. Вот, а смысл был в том, что и он читал то ли его какое-то послание, то ли его письмо, или каждый день его должен был перечитывать, он ему как бы завещал так делать, да. А сын как всегда, как он познал-то, дом просто всю жизнь жил, как мы все, суетной жизнью. Дом, жена, работа, все ни до чего, ни о мыслях, ни о вечном. И отец по смерти в завещании сказал, ты вот 40 дней будешь приходить в наш дом, там уж в родительский, где он жил, говорит, просто час, прошу тебя часик посиди в комнате. Вот один без никого и вот почитай мое послание. Ну, он ему там, по-моему, что-то писал, рассказывал или о себе, или вот об истине как-то там своими словами. И сын вот 40 дней ходил и сидел в пустой комнате, час от всего отвлекаясь, и через это пришел к Богу, да. Вот я вот, я как бы, видите, вам такие истории набрасываю, я уж тоже не помню, откуда, может, кто-нибудь в комментарии напишет, кто знает. Может, это реальная история была, у меня просто есть это в голове, я уж не помню, откуда это давно, это, видимо, было. Так что вот так вот я вас всех призываю, какое-то послание, если вы любите свое окружение, неважно, кто это, дети, родители, друзья, знакомые, везде, где вы есть, засвидетельствуйте об истине. Кто вы, что вы, и где нас можно будет найти по этому воскресенью, убедиться в том, что все, что это правда. Вы же сейчас, мы сейчас всем говорим о воскресенье, естественно, мой папа у виска крутит и говорит, неси-неси, и имели твои недели. А вот сбудется все, придет и найдет меня в земле обетованной. Уверует, а куда ему деваться? Надеюсь, скажет, как Фома мне, Иисусу, Господь мой, Бог мой. Ну, это, конечно, не ко мне, Господь мой, Бог мой, я имею в виду, что увидит и уверует, как сказано. Ну, по сути, вы помните, что там слова Фомы можно читать как просто, Господи, не может быть, как мы любим слово Господи, пихать куда только можно и нельзя. Так что вот так вот, видите, не все зря тогда. Если принимать, что тысячи лет мы будем с вами жить, не отвергать то, что отвергли православные с католиками, твоя жизнь абсолютно по-другому. Ты смотришь на жизнь, на свои дела. Последний мой абзац, который я написал, я пишу. Лично для меня вот эти вот все знания, все размышления, которые я с вами поделился, которые у меня в умном сердце, в голове, в мае, как хотите. Видите, знания вот эти дают железобетонный фундамент, я пишу, и мотивацию, огромную мотивацию для еще более сильного, горячего и многогранного благовестия и учительства о Боге, Иисусе Христе, о бессмертии, о свободе, о любви. Чем я сейчас, в частности, и занимаюсь. То есть вот эта вот мысль о тысячелетнем, видите, как она тебя будоражит, вдохновляет, что действительно не все зря, еще тысячу лет, еще все эти ролики, я уверю, что эти ролики меня переживут, и тысячу лет, как я говорил, может мои труды будут как с труды святых отцов потом читать, изучать, как я читал, да, вот, и через это приходил к истине. Так что вот так вот, вот вам опять разница между ортодоксальным отвержением и тысячелетним, какой она ущерб наносит мировоззрению человечества и принятие этого, да. То тебе по рукам бьет, а это, наоборот, тебя вдохновляет, что делать. Ну, ложью вдохновляться нельзя, вот, если бы это была ложь, конечно, это не значит, что там, в облако, да, вот, но так как это действительно правда, то, наверное, православная католика себя погрешает, да еще в куче моментов, да, и то, что вообще лишает людей. Блаженство, участие, да еще и вот такие все вещи, это на сегодняшнюю жизнь твою очень сильно влияет. Так что вот так вот, вот такое, вот, вот такое мое сегодняшнее вам видео, в принципе, я все высказал вам, что хотел, вот, что пробовать, поэтому надо трудиться, надо. Именно поэтому, видите, сейчас особенно меня, вот сейчас о последних временах много пишут, то же самое, тоже очень важно, потому что когда мы все это разжуем, покажем, а если мы еще будучи всеми участниками этих событий, насколько долго неизвестно, кому там, когда голову отрубят, кого какой-нибудь горой пришибет все равно, вот, ну, если мы будем переживать, и так, такие, как я, будут вести такой живой репортаж о последних временах, представьте, они будут все это видеть, вспоминать, я как сказал, почему, что те, кто живущих, потом либо рождаться будет, неважно, или они там вечно продлевают, сами были участниками всех этих последних времен апокалиптических, они будут вспоминать все это, удивляться, что все же, оказывается, смотрите, они все знали, они спокойно все переживали, да, действительно, мы же все это видели, какие-то громы, молнии, великое землетрясение, да, и вроде что-то рассказывают, что там какие-то мертвые повоскресали везде, вот, я, может, сам не видел, но слышал, да, я таких, как я, услышал, что оказывается, мы где-то там в земле обетован, скажешь, пойду-ка и найду их, там ли они, нет, все вживую расспрошу, это удивительно, кажется, но это здорово, да, вот так вот, вот такое моё видео, надеюсь, оно у вас тоже, помимо какой-то вдохновения, радости, отдушины, еще и замотивирует что-то делать, светить, проповедовать, любить, в общем, делать все, что должен делать настоящий последователь, ученик Иисуса Христа, вечного Бога, любовь, который во плоти, две тысячи лет тому назад уже являлся нам ненадолго, на краткое время, а скоро грядет для тысячелетнего царства со всеми нами, и на этом все, лепите лайк, если вам нравятся мои ролики, как раз в сегодняшнем ролике, это грех просто, не поставить лайк, если вы хотите, чтобы это проповедовалось, сами хотите участвовать в проповеди, поставьте лайк, напишите комментарий, все это полезно для алгоритмов YouTube, для продвижения видео, и самое важное, это, конечно, поделиться этим роликом на своих ресурсах, на своих каналах, в своих соцсетях, в личных сообщениях, с кем считаете нужным, чтобы истина не, как в марке, в неудачном пути исследования событий, чтобы все это не приткнулось, не заткнулось, люди узнавали истину, меняли свою жизнь, в святую, в добрую, любили и были от этого счастливы, ибо закон благобытия один, никогда никому ничего не делать того, чего не хочешь себе и делать всему миру вокруг тебя, окружающему, природе, животным, людям, духом, то, что ты хочешь, чтобы делать тебе, делать это насколько можешь и плюс еще 10% того, что не можешь, так надо жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok